Привет, друзья! Вы на канале IT-муравейник. Здесь мы учимся программировать на CommonList и использовать его в разных ситуациях. Например, в одном из предыдущих видео я показывал, как собрать вашу CommonList-программу в пакет для операционной системы OS X. И тогда мы делали пакет для HomeBrew. Сегодня я хочу немножечко показать, как собрать пакет под Linux. В частности, под Ubuntu. Но я покажу способ, который, по идее, должен работать и для других видов Linux. Для начала давайте посмотрим на такую систему, как Alienworks Delivery. Alienworks Delivery позволяет собирать ваши CommonList-программы под Linux и под Windows. Его создатель Павел Королев, полагаю, создал эту систему для того, чтобы пакетировать игры, которые он пишет на CommonList. Эта система примечательна тем, что позволяет описать не только сборку вашей программы, но также то, какие статические файлы ей требуются. Эти статические файлы тоже будут собраны в пакет. Ну, например, если мы говорим про игры, то у игры могут быть какие-то картинки, спрайты, музыкальные треки. И все это нужно собрать в один пакет с запускаемым файлом. И вот Alienworks Delivery как раз позволяет описать такой модуль, по которому потом будет собираться пакет. У Павла Королева есть демо-репозиторий с игрой. И она как раз использует Alienworks Delivery для сборки. Давайте посмотрим описание бандла. Есть такой файлик Bundle.Lisp. И в нем описывается, какое приложение надо собрать, какой у нее будет entry point и какие ей нужны дополнительные файлы для работы. Тут какие-то asset, бинарные файлы, наверное, с уровнем, а может быть с картинками. Но, к сожалению, Alienworks Delivery у меня не заработал. И я так пока и не смог разобраться, как его починить. Поэтому я стал искать другие решения и нашел Linux Packaging. Это система, написанная Флорианом Маргейном. И она работает немножко иначе. Она чем-то напоминает Deploy. Об этой системе я рассказывал уже в предыдущем видео, где я показывал, как собирать бинарники для Linux программ. Так вот, Linux Packaging очень похож на Deploy. Вы точно так же описываете ASDF систему, указываете ей Deploy.Op специальный, entry point и собираете с помощью Linux Packaging. Сейчас я покажу небольшую демо-версию, которую я собрал специально для этого видео. Вот так выглядит описание моей системы, которую я собираюсь собирать под Ubuntu. Я собираюсь сделать Deploy-пакет, который можно будет установить на Ubuntu. Во-первых, здесь следует обратить внимание на вот этот Build Operation. С помощью этой Build-операции, когда я запущу ASDF Make, он вызовет Linux Packaging, скомпилирует бинарник и сформирует Deploy-пакет. Также здесь задается свой класс ASDF системы Linux Packaging Deploy. Он нужен для того, чтобы Linux Packaging смог понять, для какой операционной системы собирать пакет. Поэтому, если вы собираетесь с его помощью делать сборки под Ubuntu, Red Hat или там другие виды Linux, то нужно будет для каждого вида операционной системы завести свою ASDF систему. Кстати, еще одна интересная особенность и отличие Linux Packaging от Deploy заключается в том, что Linux Packaging требует особой сборки SBCL. Почему? Потому что Linux Packaging использует одну из последних новых фич SBCL – статическую линковку. То есть, те библиотеки, которые он может, он пытается статически залинковать в получаемый бинарный файл. А также, в отличие от Deploy, Linux Packaging автоматически определяет, какие зависимости могут быть поставлены через стандартный пакетный менеджер, той системы, под которой вы собираете пакет. Например, если я собираю какую-нибудь программу, которая требует GTK, то очевидно, что GTK не надо линковать с этой программой, если его можно установить через apt-get. Поэтому Linux Packaging автоматически определит такие зависимости и пропишет их в метаинформацию о пакете. А вот те библиотеки, которые, например, собираются как обертки CFFI для того, чтобы использовать какие-то библиотеки из LISP. Linux Packaging может статически залинковать ваш бинарник. Давайте посмотрим, как это работает. Вот так выглядит Makefile, который запускает сборку. Сначала он инициализирует QuickLisp, затем загружает нашу систему и запускает SDF Make. В принципе, все выглядит точно так же, как мы делали, когда использовали Deploy или голый SDF. Теперь давайте посмотрим на саму программу. Здесь, в общем-то, стандартное объявление пакета. Заметьте, я тут импортирую код из CEL REPL и из OSI CAT. OSI CAT – это как раз библиотека, которая использует отдельный враппер для доступа к CELS-библиотекам. Вот. И когда вы просто загружаете OSI CAT, например, в REPL, то эту C-библиотеку, этот враппер, будет видно среди библиотек, которые загрузил CFFI. Выглядит это так. если мы посмотрим на список библиотек, которые известны LISPU, то тут будет вот такая библиотечка lib-o-c-cat SO. Но при сборке с помощью Linux Packaging эта библиотечка будет залинкована статически внутрь бинарника. И внутри пакета будет только бинарник, а библиотека уже будет не нужна. Теперь давайте запустим сборку и посмотрим, что получится. Я сделаю make. вот он загружает систему, компилирует ее. Дальше внизу нам скрипт написал, что он собрал package testlinuxapp.deb ну и так дальше номер версии .deb Давайте посмотрим, что получилось на диске. Тут у нас есть файл testlinuxapp. Это собственно сам бинарный файл, который также положен вот в этот вот деп пакет. Теперь если мы сделаем команду dpkg info на этот файл, то увидим метаинформацию о нем. И тут видно, например, какие зависимости linuxpackaging прописал. А прописал он вот такие библиотеки. Здесь в зависимостях вы видите, что присутствуют libc, zlib и lib readline. Libc тут присутствует дважды, потому что в linuxpackaging есть небольшой баг, и первый раз libc он включает, потому что он нужен sbcl, а второй раз libc попадает сюда, потому что он нужен библиотеке оси cat. Также здесь есть в зависимости zlib, который нужен для того, чтобы sbsl распаковал пожатый бинарник запускаемый. Ну, а либо readline нужна той программке selreple, которую мы и упаковали сейчас в деппакет. Если я просто запущу тест lisp linux app, то тут запускается selreple. мы кстати можем посмотреть и убедиться, что он не использует уже вот этой вот библиотеки lib оси cat. Этот врапер не нужен, он статически залинкован сейчас в бинарный файл. Давайте убедимся в этом. Вот, видите, здесь в этот раз только две библиотеки lib rt и lib redline и они приходят сюда из стандарта обычных системных пакетов, которые поставлены через apt. Что ж, давайте попробуем, как установится деппакет и запустится из него бинарный файл, который мы собрали. Напишем sudo dpkg-i test linux app dp app вот система его поставила и теперь у нас этот файл должен быть доступен из системного каталога. Проверим это. да, вот он поставился в userbin. Также мы можем посмотреть, какие файлы появились в системе при установке этого пакета. Достаточно дать такую вот команду dpkg-l test linux app dep и она выведет нам, что она поставила в систему. Тут только присутствует один change log и сам бинарник. Никакого специального врапера для cffi, как видите, здесь нет, потому что он статически залинкован в бинарник. Запустим его и мы получаем cil-reple запакетированный в dp-пакет. Точно так же можно собрать пакет под системы, использующие RPM и некоторые другие пакетные менеджеры. На самом деле под капотом Linux Packaging всю грязную работу перепоручает специальному скрипту, который называется FPM. А этот скрипт FPM поддерживает много разных типов пакетов. Он поддерживает и Debian формат, и FreeBSD, разные форматы, Pacman, там, не знаю, много всего, RPM, вот, Snap. Так что теоретически можно во все эти типы пакетов собирать Linux программы. Правда, где-то может быть это и неприменимо. Например, зачем нам собирать Lisp программу в Ruby Jam. Вот. Но, тем не менее, те бинарные форматы, которые тут есть, наверное, можно тоже поддержать в Linux Packaging. Собственно, из того, что я сегодня продемонстрировал, видно, что Linux Packaging очень похож чем-то на CL Brewer, который я показывал до этого. Ссылочку вы можете видеть в видео вот здесь. Ну и давайте подытожим. Сегодня мы посмотрели на то, как с помощью системы Linux Packaging собрать вашу Лис программу под Ubuntu или Debian. И примерно так же можно собрать ее под некоторые другие виды Linux и, возможно, даже под FreeBSD. что делать потом с этими собранными пакетами зависит от инфраструктуры того Linux, для которого вы собрали пакет. Возможно, вам надо будет куда-то его загрузить, но в случае Debian Package можно, наверное, загружать их прямо в регистере GitHub и давать пользователям скачивать и устанавливать их вручную. Я думаю, с RPM тоже это можно провернуть. Так что теперь у вас нет повода не собирать ваши пакеты для OS X. Про это я рассказывал вот здесь в ролике. А так же у вас нет повода не собирать их под Linux. Возможно, в следующий раз мы посмотрим на то, как завернуть Linux программу в какой-то инсталлер для винды. Но сначала мне надо раздобыть Windows. Думаю, что-нибудь с этим можно придумать, если удастся отобрать нетбук у младшего ребенка. Ну а на этом у меня все. С вами был Александр Артеменко и канал IT-муравейник. Всем лиспа в ваши сердца. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok